Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня социальные сети, мессенджеры, YouTube, переполнены обращениями, критикующими работу методы лечения в стране коронавирусной инфекции отечественными врачами. Чтобы понять, насколько они обоснованы и исключить приватолки, мы сегодня хотим подбеседовать с экспертами, с нашими гостями. Это заведующая кафедры инфекционных болезней и иммунологий Наумус Укаева Савелья Барамбаевна и доцент кафедры неотложной медицины, главный пульмонолог семейского региона Розалина Жанар-Муратовна. Здравствуйте! Здравствуйте! И в первую очередь предлагаю начать нашу беседу с клинических протоколов, ведь именно на них основана вся работа отечественных врачей при лечении коронавирусной инфекции. Сейчас есть мнение о том, что клинические протоколы являются губительными. Насколько это обосновано и кто принимал участие в составлении этих клинических протоколов, можете рассказать? В Казахстане действительно действует клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Он предназначен как для взрослых, так и для детей. И на данный момент действует десятая версия клинического протокола. Это говорит о том, что протокол постоянно актуализируется, то, что он учитывает все последние данные мировые и идет все время к улучшению диагностики и лечения. Команда, которая составляла протокол, это мультидисциплинарная команда, так как сейчас известно, что коронавирусная инфекция это системное заболевание. И оно касается врача любой специальности. И поэтому в его создании участвовали те врачи, которые непосредственно имеют отношение к этой инфекции. То есть это и инфекционисты, и педиатры, и пульмонологи, и реаниматологи, и нефрологи, и акушер-гинекологи и так далее. То есть целый коллектив авторов. Это ведущие ученые вузов, научно-исследовательских институтов, которые постоянно перерабатывают. То, что данные, которые имеются в клиническом протоколе, они основаны на доказательной медицине и соответствуют мировым стандартам. И постоянно, как я сказала, уже обновляются. Продолжим беседу. Подскажите, расскажите. Я прошу прощения, мне хотелось бы дополнить слова коллеги о том, что результатом работы мультидисциплинарной комиссии специалистов, которые имеют отношение к этой системной патологии, является на выходе протокол. Поэтому каждый из пунктов по диагностическим критериям и по методам лечения выверяется целым конгломератом врачей. Имеющих на то компетенции клиников и научных работников. Продолжим беседу. Расскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день в стране и в мире используются наиболее эффективные методы лечения коронавирусной инфекции. И какие при этом используются медикаменты и лекарственные препараты. Как я уже сказала до этого, это десятая версия протокола. И именно в плане лечения идет постоянная коррекция. То есть в соответствии тем мировым данным, которые публикуются в печати, которые доступны. Это очень хорошо в данной ситуации. И в целом, если по лечению, то при коронавирусной инфекции применяются антивирусные препараты. Но известно, что эти препараты off-label. То есть они не имеют доказанную эффективность. И поэтому все пациенты всегда предупреждаются, подписывают информированное согласие. И в последние уже буквально дни обсуждаются новые препараты, которые применяются в России, в Японии, которые могут использоваться и в Казахстане. То есть Казахстан постоянно отслеживает те препараты, которые эффективны на мировом рынке, где имеется исследование от отказанной эффективности. Это в отношении противовирусных препаратов. К сожалению, это вирусная инфекция, которая действительно не лечится антибактериальными препаратами. И антибактериальные препараты применяются при наслоении вторичной бактериальной инфекции, которая, к сожалению, часто осложняет течение вирусных инфекций. Поэтому в протоколе данном и в протоколе по пневмониям у детей и взрослых прописаны все препараты. То, что сейчас идет применение огромного количества препаратов, видимо, связано с какими-то страхами населения, с неосведомленностью, с тем, что они, возможно, сейчас очень много в сети различных рекомендаций, которые предлагают, как лечиться, что лечиться. Следует сказать, что мы лечим вообще не болезнь, а больного. Что лечение каждого больного индивидуально, и поэтому только врач может определить, что нужно назначать. И каждый врач способен и компетентен определить, есть ли бактериальная инфекция или нет, нужно ли назначать антибактериальные препараты или нет. И было такое мнение, что необходимо определять чувствительность, она определяется. Но для определения чувствительности необходимо время, и мы можем потерять. И потом мы действительно перейдем на тот препарат, который мы чувствителем. Но есть эмпирические препараты, известные, с которых нужно начинать лечение, если есть бактериальная инфекция. И, конечно же, говоря о том, что в основном акцент делается на применении противовирусных препаратов, мы говорим о возможности применения антибактериальных препаратов, причем с указанием в протоколе четком, только лишь в том случае, когда подтверждено наличие бактериальной флоры, которая определяется посредством анализа общеклинических обследований, которые больные проходят, не в зависимости от того, где они находятся, в амбулаторном порядке или в стационаре. Абсолютно верно было сказано, что все препараты перед возможным употреблением пациентом согласовываются по его согласию в приеме. Потому как мы должны говорить о том, что доказательной базы стопроцентной достоверности у препаратов современного применения еще нет. И поэтому лояльность существующих ныне новых версий протоколов, она определяется и резюмированием ниже стоящих источников протокола о том, что протокол носит рекомендательный характер. И, как уже было сказано, каждый из клиницистов, находясь на своем посту там или иначе, подбирает индивидуальную схему приема препаратов. Будь то противовирусные препараты, или антибактериальные, или муколитики, или препараты, которые борются с другими всевозможными осложнениями этой страшной патологии. Как я уже говорил, в сети появляется очень много обращений, критикующие действующие методы и подходы лечения коронавирусной инфекции. В частности, предлагается отказаться от использования антибиотиков и использовать исключительно антикоагулянты. Насколько это эффективно и вообще обоснованы такие заявления? Как и лечение любого заболевания, лечение коронавирусной инфекции комплексное. То есть она состоит из нескольких видов лечения. И, как я уже сказала, если это только вирусная инфекция, которую мы видим по клинике, по анализам и так далее, то это противовирусные препараты. Если присоединяется бактериальная инфекция, то назначаются антибактериальные препараты. Конечно, как мы уже сказали, это системное заболевание. И это заболевание с поражением гемокоагуляционной системы. Поэтому обязательно в комплексе лечения и применяются низкомолекулярные антикоагулянты. То есть все эти препараты, их механизм действия, дозы и так далее, прописаны в клиническом протоколе. И клинический протокол всегда имеет целью помочь врачам, так как это врачи разных специальностей, которые ранее не встречались с этой инфекцией. И здесь подробно описано, как применять, когда применять, как мониторировать. Поэтому нельзя говорить, что какое-то одно лечение эффективное. Оно все в комплексе. И это все в комплексе определяет врач. Если врач затрудняется, это консилиум, это врачи разных специальностей. То есть всегда подходит индивидуально и всегда корректирует и мониторирует данное лечение. Мне хотелось бы сказать, что все разговоры по поводу некорректности составленных и работающих клинических протоколов несколько некорректны. Почему? Потому как над разработкой протоколов и их внедрением и прикладным значением работали люди, отборка которых производилась годами. Люди, имеющие на то соответствующие компетенции. И при этом касаемо всех групп применяемых препаратов в осложнении в той или иной системе при коронавирусной инфекции имеет опять же под собой абсолютную, доказательную, достоверную базу. Возьмем один из аспектов. Лечение пневмонии – это наиболее частое осложнение коронавирусной инфекции. К существующему протоколу коронавирусной инфекции имеется сноска к обращению, к клиническому протоколу лечения пневмонии, где все пункты лечения пневмонии той или иной этиологии, того или иного осложнения четко расписаны. Как уже было сказано, Сауле Барамбаевны абсолютно достоверно доказанными источниками о том, что тот или иной препарат должен применяться на этом этапе, при данном наличии осложнения или не имеет места быть применимым. Предлагаются разные методы лечения, не только лечения, но и профилактики самой коронавирусной инфекции. В частности, Айна Абакеева говорила, что маски неэффективны, достаточно лишь использовать аспирин, к примеру, для того, чтобы обезопаситься. Что на этот счет Вы можете сказать? В отношении… То есть есть понятие профилактики и есть понятие реабилитации. То есть в отношении дыхательной гимнастики – это реабилитационное мероприятие, которое опять-таки само по себе не существует, оно проводится опять-таки в комплексной терапии. И нужно знать четкие показания, когда проводить ее, как проводить, как часто и так далее, чтобы не навредить. То есть мы должны следовать основному принципу – не навредить больному. Поэтому просто опираться только на дыхательную гимнастику, я считаю, это неправильно. И в отношении профилактики тут тоже, в принципе, мы все время повторяем. И еще раз я хочу повторить, что достаточно всего три мероприятия, чтобы остановить распространение инфекции. То есть просто нужно прервать эту передачу от источника, то есть от больного или носителя, к здоровому человеку. То есть ношение маски – это как раз-таки одно из этих мероприятий, которое не только защищает его от заразных частиц, которые находятся в воздухе, но и также лишний раз коснуться лица. Потому что мы достаточно часто касаемся лица. Около 90 раз в день. А именно заражение происходит контактно-бытовым путем, когда мы касаемся лица, носа, губ, глаз. И таким образом происходит грязными руками. Поэтому ношение масок – это вот как раз-таки защита. Второе – это дистанцирование. То есть полтора-два метра. Просто нужно соблюдать дистанцию. И третье – это просто гигиена рук. То есть мыть руки, потому что через руки как раз-таки загрязнены и происходит заражение. Если будем соблюдать эти три мероприятия, то мы можем остановить инфекцию. Вот, кстати, вы не зря затронули тему дыхательных упражнений. В частности, говорится о том, что именно они могут помочь с сатурацией, то есть насыщению крови кислородом. Так ли это? Если говорить о том факте, что именно термин сатурация подразумевает под собой определенную степень дыхательной недостаточности, и это как раз понятие о том, какой процент насыщения кислородом происходит при дыхании у того или иного человека. Мы хотели бы сказать, что никаким образом не отметаем необходимость дыхательной гимнастики. Это абсолютно применяемая, давно известная методика, которая рекомендуется нашим больным по мере необходимости в стационаре или в амбулаторном режиме. Ранее существовала она под названием Стрельниковой дыхательная гимнастика, дыхательная гимнастика оперных певцов. Эта гимнастика приемлема, но не в острый период. Если говорить об остром периоде, о тяжелом состоянии, о крайне тяжелых больных, о больных, находящихся на неинвазивной вентиляции легких, или более того, о пациентах, находящихся на искусственной вентиляции легких, мы можем говорить только о рекомендации в отношении промпозиции. Ни о каких дыхательных гимнастиках в отделении интенсивной терапии мы не можем думать. Позже, да, конечно. И все эти рекомендации прописаны в протоколах ныне существующих. Спасибо. Говоря о проблемах лечения в стране коронавирусной инфекции, Айна Бакеева отмечала, что якобы наши специалисты, наши ученые не до конца и не полностью учли зарубежный опыт лечения, борьбы с коронавирусной инфекцией. Ну а у медицинского университета семей, как вуз, как учебное учреждение, многое очень занималось изучением зарубежного опыта, исследованиями в различных странах, опыта различных стран. Поэтому, насколько Вы считаете обоснованными такие замечания? Ну, придется еще раз повториться, что действительно клинический протокол, он основан на мировых данных. То есть, прежде чем написать этот протокол, его писали ведущие ученые Казахстана, ведущие врачи Казахстана. Они исследовали опыт, потому что сейчас хорошо, что в мире делятся всем опытом. Кроме того, Казахстан имеет и теперь свой собственный опыт ведения больных, поэтому учитываются как мировые данные, так и отечественные данные. И нельзя говорить о том, что он не основан на доказательствах, на доказательной медицине. Поэтому я считаю, что полностью все, что возможно, использовалось. Наши ученые нашего университета также разрабатывали методические указания. Была внедрена в наших учреждениях телемедицина, использование сурфактанта и так далее. И использование видеоэндоскопа и так далее. То есть, наши ученые делятся также в своих статьях, в своих рекомендациях. Поэтому весь мировой лучший опыт, он постоянно мониторируется, исследуется и отражается в клинических протоколах и других документах, которыми пользуются врачи Казахстана. И более того, хотелось бы сказать, что созданы медицинские площадки, платформы, форумы ежедневно, еженедельно, ежемесячно. С того момента, как эта пандемия постигла нашу страну и мир, наш университет, наш вуз и сотрудники вуза ежедневно работают над сбором и анализом данных мировых источников. И в результате этой работы выпускается промежуточная, рабочая, готовая к восприятию информации в виде методических пособий, в виде социальной рекламы, в виде видеороликов, доступные для населения нашего города и всем желающим. На основании всего того, что анализируется работниками нашего вуза, созданы методические рекомендации по понятию о коронавирусе, о методах диагностики, методах лечения, о периоде реабилитации, о возможных рисках, об отдаленных последствиях, о прогнозах в дальнейшем, о пролонгированных, о факторах риска, о соизмеримости данной инфекции с обычной вирусной инфекцией. В период сезонных полинозов и аллергии разница между обычной респираторной инфекцией и аллергиями, о разнице аллергии, респираторных инфекций и коронавирусной инфекции. Все это имеет место быть представленным на нашем сайте и оно имеет доступ к широкому кругу аудитории. Поэтому каждый из желающих может ознакомиться с этой информацией в любое время и сделать свои выводы. Мы открыты и мы работаем постоянно, потому как трагедия и пандемия, она ведь ранее не имела места быть. Поэтому и нам сложно, и мы перерабатываем, но все с учетом общего мнения и имеющихся доказательных источников. Сегодня очень много говорили о лечении, что применяется, что не применяется, что правильно, неправильно. Но в любом случае лечение каждого больного индивидуально. И врач или коллегия врачей решает, как лечить, какие препараты применять и так далее. То есть нет какой-то единой схемы лечения. Вот это самое главное, что хотелось отметить. И пожелать вам всем здоровья и соблюдать, еще раз повторю, основные профилактические мероприятия. То есть это дистанция, маски и руки. Уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, резюмирую. Мне хотелось бы сказать, чтобы вы не поддавались панике. Это самое главное. В помощь вам наш университет создал колл-центр, который будет заниматься первичной психопрофилактикой людей, которые просто оказались в той ситуации, когда им не у кого спросить, а что мне делать, когда у меня появился насморк, а почему у меня возникла эта температура, что за ощущения в области грудной клетки у меня возникли. Именно этим будут заниматься наши специалисты, при необходимости перенаправляя вас на более глубокий уровень. Хотелось бы вас призвать обращаться только к официальным источникам информации. Если вы будете собирать информацию где возможно, то я думаю, что будет очень сложно сделать для себя четкие выводы. Мы желаем вам здоровья, берегите себя. Мы с вами, мы работаем над этой проблемой. Я думаю, что все мы будем живы и здоровы, если будем прислушиваться к мнению друг друга. И наши сотрудники работают во всех видах стационара, то есть в провизоре, в карантине, в инфекционных стационарах. И все консультируют. То есть мы все, пожалуйста, можем оказать вам любую помощь. Мы все открыты для диалога и для помощи вам. Будьте здоровы! На этом наш выпуск завершается. Я хочу поблагодарить наших гостей и всем зрителям напомнить, что на сегодняшний день ни в Казахстане, ни где-либо в мире вакцины от коронавирусной инфекции нет. Берегите себя, будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok